Освещение в ночное время суток жители улицы Комсомольская города Басарабяска последний раз видели около 20 лет назад. На столбах сегодня здесь нет ни одного светильника. В амбаре идем, магазин за хлебом падаем, темно, не видно ничего. Как ходим? Берем фонарик, а если нет, то идем на ощупь. Прощупываешь ногами, конечно. Едет машина, тогда видно, как идти. А нет машины, идешь, как тот слепой котенок. Решить проблему с освещением данной улицы местным властям не удалось, так как это требовало затрат не только на приобретение светильников, но и на модернизацию линии электропередач. Осветить Комсомольскую взялась партия социалистов. Поэтому на встречу с ее жителями приехала депутат парламента от ПСРМ Зинаида Гречаной. В периоды избирательной кампании партийная организация, члены партии, обещали, что будут устанавливать свет. Оплачивать это будет не районный бюджет, не государственный бюджет. Мы нашли деньги спонсоров, которые профинансируют партия социалистов, будет заниматься этим вопросом. И раз мы обещали людям освещение, значит освещение будет на этой улице. Жители Комсомольской очень хотят, чтобы их улица была освещена. Но к обещаниям политиков относятся с некоторым недоверием. Сейчас уже верите обещаниям? Не знаю. Просто очень многие обещали, но ничего не делали. Ну посмотрим. Раз приехала госпожа Гречаная, конечно, поверим. Председатель района Басарабяска заверил людей в том, что обещаний на ветер он не бросает. Мы решили. Раз мы обещали, мы будем исполнять свои обещания. Вся улица Комсомольская будет сделана в уличном освещении. Полностью от начала до конца, как люди и хотят. Я понимаю, что очень много есть к нам, что нужно другие улицы делать. Но самое главное, хочу обратиться к людям, чтобы люди понимали, что с чего-то нужно начинать. Самое главное, что мы тронулись и что начинаем конкретно принимать шаги для того, чтобы микроэнстанция была с уличным освещением. И мы это сделаем. По словам Петра Пушкарь, все работы по установке освещения на улице Комсомольской будут завершены до Нового года.